Молиться за Россию Мы это можем делать каждый раз. Я знаю, что для каждого из нас есть необходимость больше узнавать историю российскую. Дело в том, что история наша очень разная. И когда-то Господь дал такое слово Исааку, чтобы он откапывал колодцы прадцов. И то, что у меня сегодня есть на сердце, открывать некоторые фрагменты истории, буквально чуть-чуть, и молиться о конкретных ситуациях, чтобы нам откапывать эти колодцы, которые были в нашей стране. И поэтому сейчас я хотела бы с вами обратиться к достаточно глубокой истории русской или российской, а может быть даже славянской, скорее так. Это тогда, когда происходило зарождение христианства. Я думаю, что у вас есть на слуху определенная дата, которой мы можем сказать, когда было крещение Руси. Кто знает эту дату? 988 год. Но я хочу чуть-чуть пониже опуститься. 827 год. Что произошло тогда? Кто знает такие имена, как Михаил и Константин? Наверное, мало о чем говорят. А если скажу Мефодий и Кирилл, то это уже что-то ближе, правда? Так вот, это были два брата, который один родился в 1815, другой в 1827 году. Соответственно, старший был Михаил, который потом стал Мефодием, а младший был Константин, которого назвали потом Кириллом уже в монашестве. И вот эти два брата, которые потрясающе много сделали для России. И вы знаете, когда исследователи стали смотреть русскую историю, то они обнаружили кое-что, что за сто лет до того, как Русь стала христианской официально, уже была евангелизация Руси. То есть, евангельская Русь была за сто лет до крещения. Она не была еще никакой ни православной, ни католической. Она просто была христианской. Ну, по крайней мере, становилась ею, да? За сто лет уже прошел определенный дух Бога Живого по этой стране. И поэтому, когда мы с вами сейчас хотим возвратиться к истокам, то нам надо понимать, к каким. И поэтому я сегодня хочу с вами помолиться за этих двух братьев. По крайней мере, особенным образом за Кирилла, который всего прожил 43 года. Но за 43 года он так много смог сделать для России, для Руси, хотя сам он был человеком, родившимся в городе Фессалонике. Я думаю, что посланник фессалоникийца мы все знаем. Он родился в этом городе, где связь греческой культуры, где связь соединения со славянами, оно было. И там люди знали все славянский язык, греческий язык, кто-то знал еще и арабские языки, живя там, но и плюс к тому латынь, если это люди были более-менее образованные. Поэтому Кирилл относился к этим людям, и он знал пять языков. И более того, когда он стал учиться, то обнаружил очень недюжинные способности к языкам, и вообще к знаниям, которые вокруг него были в библиотеке. Его даже взяли учиться самую, так скажем, высшую школу того времени. И таким образом этот человек получил однажды задание от своего князя, чтобы он пошел к Хазарам и там принес Евангелие. А Хазары наполняли эту землю кто? Это были евреи или иудеи, так скажем. Может, не все евреи, но иудеи. И там жили люди, связанные с мусульманским уже исповеданием. И он пришел туда, неся Евангелие еще даже тогда, когда его не было в руках, тогда, когда не было еще и азбуки, которые потом он сам и сделает, и сам составит ее. Но вот этот человек, который пришел туда и стал говорить о Христе, и вы знаете, там 200 человек, он крестил за одно послание Евангелия. Насколько был силен он в своем духе несение Евангелия, чтобы евреи отказались от иудейства и приняли христианство, уже тогда это было достаточно масштабно. И мусульмане в том числе. А он это смог сделать по разрешению князя Хазарского. Он сказал, я разрешу тебе всех крестить, кто согласится с тобой. И с ним согласились после его проповеди 200 человек. Слава Богу за таких людей, которые были в нашей истории, друзья. Нам надо о них знать. Я думаю, что каждый раз, когда мы будем прикасаться к какой-то частичке истории, у вас есть возможность узнать об этом больше. У нас есть сегодня достаточно много информации вокруг нас. Но надо знать, что мы хотим узнать. И тогда в этом продвинуться. Я думаю, что вы также в курсе о том, когда он составил азбуку. Я прочитывала как-то несколько лет назад, что значили эти буквы. Я не буду сейчас я их прочитывать. Ну, вы знаете, азбуки, веди, да, что они все имели значение. Я просто прочту еще раз те фразы, которые получались при изучении азбуки, которые составил Кирилл для того, чтобы потом перевести Евангелие, для того, чтобы сделать доступным эту книгу для русского человека, для людей, говорящих на тогда славянском языке. И первая фраза, которая из нескольких 14 букв, звучит так. Я буквы знаю. Говорю. Хорошо есть знание жизни, обильной земли и того, как люди мыслят. Это вот просто название и перевод букв. Первых 14 букв дает нам уже понимание смысла жизни. Как мыслить? Для чего я здесь живу? И еще одна фраза, которая возникает уже с последующих букв, обработанный вариант, понятно. Наш Он – это Бог. Альфа и Омега. Начало и конец всего. Мир и покой. Речет слово, которое твердыня. Я желаю, друзья, чтобы в школах наших опять возвратили понимание азбуки такого плана. Чтобы мы не учили просто АБВГД, а чтобы мы знали, что за каждой буквой есть суть и смысл. За каждой буквой есть понимание даже мировоззрения. И поэтому нам надо это вернуть в наши школы. Нам надо это вернуть в систему образования, чтобы там нравственность, духовная нравственность легла в основание образования и формирования наших детей. И еще интересные вещи, которые происходили при переводе, они связаны с тем, что они говорили понятия новые, которых не было тогда в понимании в обиходе людей. Например, в русском языке не было слова «кормчий», не было слова в том понимании «слуга», как это было преподнесено в Евангелии. И другие понятия тоже были очень извращенными. То они сделали каким образом? Когда они переводили или даже творили слова, то слово «слуга» означает то, что человек слушает и тут же идет делать. Вот это значило «слуга». Слухает, да? Слухает. А потом идет делать. И вот если говорить о понимании, слышании, то Бог сказал своему народу «шма Израэль», «слушай Израиль». То есть это самое главное слово для Израиля, потому что после этого ты узнаешь и больше. Еще интересное слово «кормчий». Кто такой «кормчий»? У нас, наверное, тоже есть свои восприятия, но вот это понятие, которое они ввели тогда при переводе, это «руководитель, который накормит». «Кормчий» – руководитель, который накормит. И еще интересный перевод «непрелюбодействие». Когда они заповеди переводили, то что значит «непрелюбодействие»? Такого слова не было тоже в понимании людей. И вот они тогда ввели понятие этого слова, как «переступить через любовь». «Переступить через любовь». «Прелюбодействие». И таких, друзья, слов там было достаточно. И я хочу поблагодарить Бога за таковых делателей. За тех, которых знал весь мир, несмотря на то, что они жили немного. За тех, которых в свое время Папа Римский благословил их перевод, когда это было вообще невозможно, потому что он у себя не позволял ни на каком другом языке, чтобы было священное писание, кроме латыни. А перевод на славянский язык благословил. Потому что Бог дал мудрость этим людям. И они нашли некоторые мощи того человека, Климента, Климента, которого нашли в Крыму. И они привезли эти мощи в обмен мощи на благословение перевода. Слава Богу за такую мудрость людей. Нам сегодня нужна мудрость Кирилла и Мефодия. Нам нужна посвященность этих людей. Но когда она к нам возвращается, когда мы откапываем колодцы праотцов. Поэтому давайте мы сейчас помолимся за Россию с учетом того, чтобы эти колодцы были откопаны. С учетом того, чтобы народ, а тем более приходящий в церковь, знал свою христианскую историю. Что евангелизм в нашей стране был прежде, чем крещение и чем православие. Я хочу, чтобы мы это услышали. Не потому, что нам надо православием пренебречь, а потому, что нам надо понять, что это соединяющееся понятие. Когда мы понимаем, что мы идем за Богом в Его слове, в Его понимании текстов Писания, в котором открыта Его природа. Давайте мы сейчас встанем. Я попрошу высвободить сейчас карту, вывести на экран. И мы помолимся за Россию, откапывая эти колодцы мудрости, откапывая колодцы посвященности, откапывая колодцы мужественности. Потому что на самом деле люди, которые могли мужественно двигаться по этой земле, это как раз и были те молодые, можно сказать, тогда люди молодые, потому что 43 года он уже умер. Драгоценный Господь, я благодарю Тебя, что мы можем сейчас благословлять Россию. И мы делаем это, потому что нам важно откопать колодцы фрацов. Нам важно это сделать, любимый. Нам важно сейчас признать, что мы мало отношения имели к изучению христианской истории. Прости нас, Господь, что нас мало волновали корни, и из-за того засыхаем, часто на этих ветвях не появляется плодов, потому что корни наши нам малоизвестны. Но я хочу благословить сейчас во имя Твое все то, что уже есть в этой России, в ее истории, в ее настоящем, в ее прошлом. А самое главное, что нас ждет в будущем, потому что эти колодцы сейчас откапываются для живой воды. Эти колодцы откапываются для плодоношения. Эти колодцы откапываются, чтобы люди поили друг друга живой водой, а не мертвой. Поэтому во имя Иисуса Христа я благодарю Тебя, чтобы можем благословить. И мы делаем это. Россия, будь благословенной страной. Россия, будь страной, которая помнит свои корни, которая помнит своих святых делателей, которая знает, и видит, и знает в лицо, и слышит верный слух от Бога, что это были за люди. Господь, я благодарю Тебя за каждого. Я благодарю Тебя за каждого делателя. И я прошу Тебя, пусть в наших сердцах просыпается и уважение, и почтение. Потому что Ты когда-то сказал это удивительное слово. И я прошу Тебя, пусть оно не будет про нас. Пусть оно не будет, Господь, о тех людях, которые сегодня живут в наше время. Ты сказал, посему. Вот я посылаю к вам пророков, мудрых, художников, книжников, и вы иных убьете, распнете, а иных будете бить в синагогах ваших, и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная. Сколько в этой стране убивалось святых? Сколько в этой стране проливалось праведной крови? Господи, но сейчас мы молимся пред Твоим лицом о прощении, об освобождении от этой крови. Мы молимся, чтобы Ты, Господь, смыл своей кровью. Своей кровью, своей кровью, с мой Господи, с мой Господи. Прошу Тебя во имя Иисуса, потому что нам нужна Россия, которая знает свои корни. Нам нужна Россия, которая знает, что она была евангельской Русью, что она знала голос своего Творца, она знала силу послания, она вкладывала в то, чтобы азбука, она формировала личности. Господи, я благодарю Тебя, я благодарю Тебя за этих делателей и прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Колодцы, откройтесь! Колодцы, откройтесь! Откройтесь в генетике! Колодцы, откройтесь в атмосфере! Колодцы, откройтесь в истории! Колодцы, откройтесь в современности! Колодцы, открывайтесь! Открывайтесь! Гейзеры, гейзеры пусть в пустыне забьют гейзеры, и чтобы жажда в народе возросла, чтобы люди побежали познавать своего Бога. Благодарю Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь.